45-летняя жительница Люба Тина Валентина исчезла в середине ноября прошлого года. Коллеги запереживали, когда женщина не вышла на работу. Жила она одна, взрослый сын далеко. Поиски Валентины результатов не дали. В сводках она числилась, как без вести пропавшая. Приехали с работы на третий день, по-моему. Переживали, конечно. Она мне снилась бесконечно. Я думала все время про нее. Жалко человека. Тело женщины нашли несколько дней назад. Труп всплыл на поверхность одного из люботинских прудов. Было очевидно, это не несчастный случай. Женщина была связана, к телу привязан камень. На голове эксперты обнаружили травму, но не уверены, стала ли она причиной смерти или Валентину утопили, когда она еще была жива. До конца еще причина смерти не установлена, из-за чего будет проведена дополнительная экспертиза. То ли от удушения, то ли от закрытой черепно-мозговой травмы. Эксперты однозначно не дали еще заключение причины смерти. Мы предполагаем, что эксперты не исключают возможность, что она еще была в сознании. Да, возможно, еще была жива. Из-за того, что прошло длительное время, она сразу не могла сказать. Тогда и выяснилось, в последний вечер к Валентине пришел ее любовник. Но вместо цветов у мужчины с собой был обрез охотничьего ружья. Пошел стрелять, побоялся, так как квартира будет полностью в крови, или соседи могли услышать выстрелы и могли тогда обратить на это внимание. А так он тихонечко ее ударил по голове, и тихонько никто не обратил внимания, ее вывез и спрятал. Так как этот район такой, пруд, это безлюдный практически. Когда мужчину задержали, он признался следствию, что имел многолетнюю связь с погибшей. Они были знакомы с детства, когда случайно встретились вновь и возобновили отношения. Но он был женат, и любовница требовала развода. Даже угрожала рассказать об измене жене. Муж боялся развестись со своей женой и таким образом потерять какой-либо контакт со своей семьей и со своими детьми. Его потерпевшая запугала тем, что она сообщит его жене о его интимных отношениях с потерпевшей, таким образом разрушит его семью. Ударив женщину по голове, гость связал тело и бросил в пруд. Затем четыре месяца создавал видимость обеспокоенности. Даже сыну погибшей предлагал разместить объявление в интернете о помощи в розыске. Ишел какой-то мужчина и спрашивал. Я не поняла, где он ишел, где он ишел, я не поняла. И спрашивал, ну что, нашли ту женщину. А они говорят, мы не знаем, мы же далеко живем. А вы кто ему будете? Ну, это моя первая любовь. После убийства подозреваемый забрал из дома своей возлюбленной телевизор и дорогие строительные инструменты. Как пояснил следствие, это было не воровство. Даже сыну погибшей сказал, что взял их на хранение, пока хозяйка не объявится. Елена Захаренкова, Медиагруппа «Объектив».